Я видел, как лак трескается при такой ситуации, типа ты достаешь и просто раз и... Вышли на сцену, софиты светят, все, гитара вся пища. Что звучит, как электрогитара. Ну, это мне, да? Вова Демьянов тоже выбрал это, да, еще там есть клиенты. Но подавляющее большинство выбирает пизу с микрофоном, потому что более акустичный звук получается. Ну, а я выбираю магнитные датчики и электрогитары. Ну, если бы я был музыкантом, то есть это некомпетентное утверждение. Что делать? В переходе играть однозначно электромагнит. Ну, проще, ты пришел в комбик играешь, все, у тебя гитара... Если это вот студия, то тоже ты понимаешь, что делать с электромагнитом. Ты сразу раз, раз, раз... Нет, это физический инструмент, ты ставишь микрофон и пишешь микрофон. Какой нахер датчик? Да. А если мы говорим прямо уж по-серьезному, да, там, серьезная классическая гитара, в которой, понятно, нет никаких датчиков, и ты в студии, у тебя микрофон, там, один, второй, там, с разных точек, там, разные микрофоны, да, не об этом же будем говорить. Это к звукорям, это не ко мне. Ладно, хорошо. Как прописать акустическую гитару, это вообще не мой вопрос. Это к звукорям, я вообще в этом так, в общих чертах. В общем, это Pro GearBlock, меня зовут Дима, и у меня в гостях Миша Комлев. Вот, Миша занимается ремонтом музыкальных инструментов, в основном, наверное, акустических музыкальных инструментов, или не только. Да не только, но как-то больше, да, в эту сторону. Ну, я, по крайней мере, чаще всего обращался со своими акустическими гитарами, вот, и мне нравится, короче, качество работы, поэтому я решил Мишу позвать и обсудить несколько вопросов, жиротрепещущих, как раз по музыкальным инструментам. Вот, не по электронике в этом видео будет, а будет в основном именно про сам инструмент, про дерево, про... Короче, начнем мы с того, что нужно знать о хранении инструмента дома. То есть, вот, вопрос очень простой. Люди хотят, люди купили инструмент, хотят хранить его так, чтобы он через 20 лет, ну, типа, ты его мог брать и играть. Очень правильно заданный вопрос. Люди хотят купить инструмент, повесить его на стенку, и чтобы никогда с ним ничего не происходило. Да. И чтобы ничего с ним не надо было делать, то есть, они не знают, что нужно ухаживать за инструментом или следить. Самая распространенная ошибка. Я куплю дорогую гитару, и у меня все будет хорошо. И крюк на стену. Да, и крюк на стену, и поближе к окну и батареи. Такая вот ошибка, она связана, наверное, с тем, что звук принято мерить деньгами, измерять деньгами. А оно на деле-то не так. Чем дороже гитара, тем она сложнее, тем более в ней качественные материалы использованы. Но эти материалы подвержены, больше подвержены каким-то... Выключу... Ты рассказывай, а я выключу... ...каким-то изменениям. Поэтому, чем дороже гитара, тем она более капризная. Соответственно, за ней нужен уход. Но это не значит, что за инструментами из недорогих категорий не нужен уход. Он тоже нужен, они тоже деревянные. И самое тут главное, это влажность. Точнее, ее отсутствие. Зимой в нашем климате, когда у нас включаются батареи, влажность резко падает. И ключевое слово здесь резко. Что типа в тот день, когда батареи включили, и у тебя было холодно, а потом ты приходишь домой и у тебя прям жара... Нет, не холодно и не жарко, а было влажно. Холодно-жарко это второстепенно. Было достаточной влажности. Включили батареи, воздух начал резко сохнуть. Ну, резко это не за один день он высохнет, конечно, и гитара сразу не потрескается. Но за месяц реально, даже за неделю бывает. У меня были такие случаи, когда, знаешь, мне приехал новый бас фирмы Cort. Замечательно собран, выглядит прям офигенно. Я его оставил в магазине на одну ночь. Прихожу, и у меня лады вылезли по бокам, по краям. Ну, это да, это... Ну, типа я прям прихожу, и такой раз, и у меня лады цепляют. Я понимаю, что они не прям сильно вылезли, но начали цеплять. Заметно уже, да. Да, то есть они закатаны были не так, видимо, хорошо. Чтобы когда, знаешь, есть такие конторы, которые закатывают так, что даже когда вылазит, все нормально. А тут типа я такой, окей. Тут еще важно понимать, что было на старте. То есть он был переувлажнен еще, этот инструмент. Поэтому, конечно, он начал сохнуть в больших пределах. Вот и все. Типа, подожди, переувлажнен, это не недосушен? Это разные все-таки понятия? Может быть и недосушен. Угу. Нет, сейчас мы давай не будем углубляться в... В демокуги. Да. В этой относительной влажности. Это другая тема. Это вопрос другой, гораздо шире. В целом нужно понимать, что перепад должен быть плавным, любой. Из тепла в холод или там влага, да? Он должен быть плавным. Поэтому всем рекомендую плотные чехлы. Лучше кофр. Но понятно, что кофр не всегда удобно. Это тяжело и это достаточно дорого. Выглядит офигенно. Да. Почему кофр хорошо? Потому что внутрь можно положить гигрометр для измерения влажности и увлажнитель. И следить за микроклиматом внутри кофра, внутри гитары. То есть оттуда влага не так быстро испаряется. А если это тряпичный чехол, тоненький, то что там есть в увлажнителе, что его нет, бесполезно. Новые увлажнители, кстати, крутые, которые завязаны на приложуху на телефоне. То есть открываешь и смотришь влажность внутри своего кофра. Это очень важно, да? И еще важно то, что перевлажнять тоже нельзя. Потому что потом, когда ты ее достанешь, она все равно начнет сохнуть. Часто музыканты, кто играет на акустиках, особенно на дорогих классических инструментах, у них такая тоже проблема. Они приезжают куда-то на концерт, выходят на площадку, настроили гитару перед выходом. Вышли на сцену, софиты светят, все, гитара вся пища. Поплыла весь строй, звук меняется. Вот от такого резкого нагрева. Так что за этим надо следить. Ну что, следить это не так сложно. Либо мы общую влажность в помещении поддерживаем увлажнителем. Любого типа. Сколько? Кстати, достаточно в широких пределах. Ну где-то 45-65, вот так. Ну смотри, когда я сам углубился в изучение этого вопроса, я углубился тогда, когда у меня появились первые инструменты из дерева, не из фанеры. Я вообще, когда начал читать информацию по влажности, то первое, на что я вышел, что влажность важна, поддержание влажности в районе 50% важна для кожи человека. Чтобы человеку комфортно жилось, чтобы у него кожа насыщалась правильно, чтобы она не была сухой. Как у нас, у музыкантов, очень часто сухие руки. Это очень плохо, это вредно для кожи. И как бы увлажнитель еще хорош тем, что он не только для инструментов хорош, но и для человека. Да, конечно. Поэтому часто людям рассказывают, что не надо бояться увлажнительной комнаты. Может быть, это будет как-то больше каких-то требовать телодвижения, усилий каких-то. Но вы же получите результат для себя даже, не только для гитары, а для себя. Кстати, вот буквально из-за вот этой всей ситуации, короче, сейчас с вирусами, тоже читал на днях статью по поводу увлажнения квартиры. И там написано, что когда у вас квартира сухая, у вас носоглотка пересыхает и, соответственно, вирусом гораздо проще распространяться. Нету барьеров. Да, да, да. Вот этой вот сухой носоглотки, потому что у вас не выделяется должное количество там... Секрета. Да, да, да. И, короче, типа, полезно со всех сторон. Понятно, что не нужно увлажнять так, чтобы там, типа, как в бане было. Да, так не надо. Да, так не надо. Но еще важный момент, если... тоже надо об этом сказать. Если мы положили увлажнитель в кофр, закрыли кофр и гитару вообще не открываем, то это точно плохо, потому что влажность там будет, может быть, даже и нормальная, но гитаре надо дышать. То есть это слишком замкнутое пространство. Будет, ну, эффект, что ли, ну, не плесени, конечно, но стремиться туда будет. Замкнутое пространство, затклый воздух будет. Все равно должно дерево дышать. Самое тут, наверное, простое, это просто нужно играть на гитаре. То есть доставать и играть. Ну все. Да, не надо там прям специально что-то открывать, там вывешивать. Нет. Достали, поиграли там часик-другой. Слушай, а на студиях на многих висят на стенах гитары? Ну почему бы и нет? То есть, типа, когда увлажненное помещение, если висит на стене, пофигу. А вот если не увлажненное уже, то нафиг надо. Конечно. Хорошо. Даже если она в чехле у тебя стоит. Вот так где-нибудь в чехле просто стоит. В сухом помещении тоже ничего хорошего. Чехол не спасает от хранитания. Перед тем, как перейти на следующий вопрос. Предположим, мы живем в климате, где есть зима суровая. Типа, я пошел там на студию, вернулся не на такси, а пешком. И 20 минут шел там в минус 24. У меня гитара остыла. Я когда прихожу, мне ее не доставать сразу из чехла? Дайте постоять. Слушай, ну желательно, да. Все-таки, ты когда достанешь, у тебя что будет сразу? Конденсат на гитаре. Вода. Резкий перепад температуры. Если это акустика, это вообще очень стрёмно. Особенно, если это акустика. Я видел, как лак трескается при такой ситуации. Типа, ты достаешь и просто раз и... Мне человек рассказывал, он вышел с гитары на улицу в мороз. Вот прям вышел вот так в руках с гитарой. И она сразу, без чехла сразу, говорит, дека так... Полопалась. Почему? Потому что влага внутри деки замерзла. Соответственно, расширилась и порвала деку. Нормально. Поэтому, смотри, электрогитары, понятно, меньше от этого страдают. Ну, там, конденсат выпал вот на лаке. Ну, ничего страшного. Хотя, конечно, нежелательно все эти резкие перепады. Нет, ну, у хренов с ним лак. Но, типа, есть накладка, которая пористая. Ну, понимаешь, вот один раз ты так сделал, ничего не произойдет. Эта поверхностная влага, она высохнет быстро. Ничего с ней такого не случится. Но, если, допустим, это акустическая гитара с тоненьким финишным покрытием, то вот эта влага у тебя быстро впитается в деку, деку период. Но финишное покрытие снаружи, а внутри-то нет финишного покрытия. Ну, а внутри его нет, да. Там все равно будет не очень хорошо. Не надо так делать. Но и морозить нельзя. То есть, чехол зимой должен быть достаточно теплым, чтобы гитара не, ну, именно не замерзала. То есть, ниже нуля, чтобы не было. Чтобы она не ощущала вот этого перепада. От того, что ты вышел, раз, резко она замерзла, да? Чтобы не было ниже нуля. Чтобы не разрывало. То есть, чтобы даже, когда ты долго идешь с этой гитарой, чтобы она не оставала внутри так сильно. Да, да. Есть даже производители чехлов делают тесты, измеряют температуру внутри чехла через какое-то время, там, проведенное при такой-то минусовой температуре. Ты вначале сам сказал по поводу батареи. Поставить к батарее и к окну. Да. Ну, потому что от батареи горячий воздух у нас идет, а окна холодный. Не дарам же батареи, а окна, чтобы создать барьер тепловой. Вот. И тут получается движение воздуха и разных потоков. Где-то холод, где-то тепло. И поэтому, ну, около батареи, вон, гитара будет сохнуть. Близко если к батарее. Чуть повыше, где окно, будет мерзнуть. Ну, и движение воздуха там, у тебя постоянно сквозняк. Сквозняки тоже очень вредны. К нашему разговору до съемки видео, что когда гитара сохнет, это плохо. Старые же гитары, они высохшие, такие просохшие и хорошо звучат. Да, да. Давай не скажем, не будем говорить хорошо. Давай будем говорить, что они звучат так, что людям больше нравится. Хорошо или не плохо, это вообще спорный вопрос. Да, они действительно по-другому звучат. Сухой инструмент действительно звучит по-другому. Неважно, он электро или это акустика. Это прям сразу слышно. Ну, у кого, конечно, есть достаточно опыт в прослушивании гитар, то есть кто в теме, тот прям сразу слышит. Сухой инструмент или сырой. Не могу сказать, что это хорошо. То есть там все равно некоторая обертоника отсутствует. Это скорее происходит естественным путем. Дерево все равно сохнет. Все равно, оно не просто сохнет, оно не просто теряет влагу. Оно и свойства свои теряет. Оно в принципе меняется. И хорошо это или плохо с точки зрения звука, ну такой вопрос спорный. Хорошо тем, например, что потребительские качества, они-то вырастают. Инструмент уже высох, пересушить его уже нельзя. И переувлажнить, ну, вряд ли у вас получится. Так надо в бане там с ним сидеть, чтобы он там набух. Вот поэтому, наверное, я бы сказал так. Если вообще этот вопрос. Если инструмент уже высох, даже если его где-то слегка покоробило, его вот отдать мастеру, восстановить и все. И с ним больше ничего происходить не будет. Но опять же, если мы не говорим о каких-то экстремальных условиях, типа там зимой на улице поиграть там, да, или... Ну то есть, саму досушивать инструмент лучше не стоит? Типа специально поставить его в батарее? Нет. Или там оставить его на окне летом, чтобы типа ох, там будет вот этот трилик желтенький, вместо беленького лак сверху? Можно, конечно, повесить на солнце, чтобы выгорел лак. Но солнце это в любом случае нагрев, поверхностный нагрев инструмента не надо. Будет гнуть дерево, будет рассыхаться, трескаться и так далее. Таким способом не получится. Это должно происходить очень плавно, годами. Поэтому оно вот через год это и высыхает. Окей. Сейчас мы покрыли, короче, сразу два вопроса. Это очень хорошо. И переходим к третьему.